МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомлю я, Ольга Панова. Модернизация ради здоровья нации. Президент России Владимир Путин подвел первые итоги реформирования российской медицины. В режиме видеоконференции он выслушал доклады руководителей трех субъектов страны. На связь вышел и глава Чувашии Михаил Игнатьев. За два года в рамках программы модернизации отрасли была проделана глобальная работа. Отремонтированы аварийные здания больниц, обновлено оборудование. Значительно удалось улучшить и качество обслуживания населения. Эффект от этого довольно весомый. О результатах, перспективах и инновациях российской медицины. Сюжет моего коллеги Дмитрия Ковалева. Снижается смертность, улучшается рождаемость. На порядок увеличивается продолжительность жизни населения. И так во многих регионах страны. К этим показателям российская медицина стремилась давно. Без модернизации всей системы, подчеркивает Владимир Путин, добиться такого было бы невозможно. Рецепт лечения больных мест этой сферы оказался дорогостоящим. Регионы между собой поделили 630 миллиардов рублей. За два года в больнице по всей стране было поставлено более 3000 единиц новейшего оборудования. Но и это только начало. Перед правительством стоят задачи по подготовке и реализации долгосрочной государственной программы развития здравоохранения. Рассчитываю, что активная работа будет продолжена и на региональном уровне. Разумеется, с учетом опыта исполнения программы модернизации здравоохранения. На модернизацию здравоохранения Чувашию было направлено 4,5 миллиарда рублей. На эти средства в 25 больницах провели капитальный ремонт. Современным оборудованием оснастили все акушерские стационары. Налажена в республике система электронной регистратуры. В каждом третьем лечебном учреждении здравоохранения используется электронная медицинская карта. Во всех учреждениях здравоохранения внедрена автоматизированная система мониторинга состояния здоровья беременных женщин республики. Во всех городских станциях отделения скорой медицинской помощи функционирует единая автоматизированная система управления с единым центром мониторинга в режиме онлайн. Завершена установка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС на все машины скорой помощи. Постепенно решается и кадровая проблема. В рамках программы «Земский доктор» сельскую медицину привлекли более 120 молодых специалистов. Для врачей и медсестер увеличивают заработную плату. Эта работа идет по этапу, а в ближайшие годы работники отрасли почувствуют ощутимую прибавку. Михаил Васильевич, не помните, сколько Вы направили на стимулирующие выплаты врачам и среднего медперсонала? И насколько за два года, с 10, 11, 12 выросла средняя заработная плата специалистов и среднего медперсонала? В абсолютном выражении я могу сказать, по врачам у нас рост составил 31%, по медработникам он составил 35%. Данная динамика у нас продолжается, и мы все те задачи, которые поставили Вы, и мы перед собой ставим, будем выполнять. В проекте бюджета на среднесрочную персективу полностью это у нас заложено. Достижения региональной медицины докладчики демонстрировали на реальных примерах. На связь с Владимиром Путиным Михаил Игнатьев вышел из перинатального центра республики. Пять лет назад во время рабочей поездки в Чувашию побывал здесь и президент страны. За это время изменилось многое. Врачи научились выхаживать детей даже с весом в 600 граммов. Когда-то это называли фантастикой. В первое время состояние слабых младенцев поддерживают специальные инкубаторы. Обычно отсюда их выписывают уже через два месяца. Оборудование в эти палаты поставили самое современное. В этом и в прошлом году в наш центр поступило достаточно много современного высококлассного оборудования для оказания помощи новорожденным детям. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, это и инкубаторы для выхаживания новорожденных, недоношенных, глубоко недоношенных детей. Это и мониторы для слежения за жизненно важными функциями. Это и лабораторное оборудование, позволяющее из минимального количества крови извлечь достаточно большой результат. Благодаря таким технологиям младенческую смертность в регионе удалось снизить очень заметно. В ближайшее время планируется реконструировать и сам перинатальный центр. Еще одна республиканская программа в сфере здравоохранения будет принята в следующем году. В Чувашии построят более ста современных акушерских пунктов. Работой местных властей Владимир Путин остался доволен. Мне очень приятно было услышать, что вы свою собственную программу совершили, рассчитанную на следующую пятилетку. Откровенно говоря, мы и запускали программу модернизации здравоохранения в регионах, и стимулировали эту работу и с федерального центра, и с федерального бюджета, именно в расчете на то, что регионы это подхватят и начнут осуществлять свои собственные региональные программы в дальнейшем модернизации. Спасибо. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов. Республика. Чувашия наряду с Брянской областью и Алтайским краем получат средства из инвестиционного фонда на реализацию своего регионального инвестпроекта. Такое решение принято на заседании правительственной комиссии по инвестиционным проектам, сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на Минрегион России. Наибольшую поддержку окажут именно Чувашии. Это 213 миллионов рублей. Деньги пойдут на масштабный для республики проект строительства полигона по переработке и захоронению ТБО в Новочебоксарске. В частности, на строительство объездной дороги к полигону. Перерабатывающая отрасль в Чувашии продолжает развиваться. Сегодня на Аконде запустили очередную технологическую линию. Совсем недавно Аконд открыл новый производственный корпус номер 3. На четырех этажах здесь должны разместиться 9 современных технологических линий для производства самых разных кондитерских изделий. Сегодня торжественно запустили одну из них. Давайте. Весь процесс от замешивания теста до упаковки выполняет автомат. Участие человека практически не требуется. Поэтому на линии занято не более 20 человек. Как только новый корпус выйдет на проектную мощность, на предприятие смогут дополнительно принять более 500 человек. А объемы производства увеличатся на 30 тысяч тонн в год. До конца года на фабрике планируют открыть еще одну линию по производству конфет и батончиков с начинкой. Сейчас ее монтажом занимаются специалисты из Германии. Галина Титарчук, Николай Яковлев. Республика. Сегодня день судебных приставов. Один из самых новых профессиональных праздников в России был учрежден в 2009 году. Хотя сама служба сформировалась намного раньше. В 1864 году император Александр II утвердил ряд документов, которыми был образован Институт судебных приставов России. При советской власти неисполнение судебных решений вело к немедленным карательным мерам. Потому деятельность приставов не была востребована. После распада СССР в России снова возникла необходимость возрождения Института судебных приставов. Основная цель, стоящая перед службой, формирование в сознании граждан представления о неотвратимости наказания и наступлении неблагоприятных последствий в случае несвоевременного исполнения возложенной обязанности. Экономический эффект от работы приставов вычисляется миллионами рублей. Только за 9 месяцев этого года в Чувашии ими взыскана задолженность на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Из них налогов в бюджет более 514 миллионов, штрафов 77 миллионов рублей. Заработная плата взыскана на сумму около 43 миллионов рублей. Сегодня служба судебных приставов Чувашии насчитывает около 1000 сотрудников в 28 структурных подразделениях и аппарате управления. В канун профессионального праздника еще 6 приставов принесли присягу, а сам праздник они отметили социальной акцией. Устроили день донора и сдали 16 литров крови, препараты которые так необходимы медицинским учреждениям республики. В Чебоксарах коммунальный конфликт. Жильцы 48 домов решили отказаться от управляющей компании Деон и перейти в новую, инженер. К слову, в целом по городу хотят поменять свою УК 52 дома. Только, как показывает практика, развод – дело непростое. Даже если этого очень желает большинство собственников дома, и отказаться от управляющих организаций зачастую сложнее сложного. Что в очередной раз только доказал спор между жильцами нескольких десятков домов в столице и компанией Деон. Все стороны конфликта – собственники, представители УК и ресурсоснабжающих организаций, чиновники – собрались в мэрии за круглым столом. Микрорайон Хивежский. Именно здесь расположены 48 домов, жильцы которых решили поменять управляющую компанию. В очередной раз. Людмила Бронина уже оплатила квитанцию за сентябрь. Деньги немалые. Но на что идут перечисляемые средства за содержание и ремонт жилья, для нее так и остается вопросом. Обшарпанные стены, висящие провода. Все ставим на свои деньги. В крайне меняем на свои деньги. Длитые ремонтируем на свои деньги. Все на свои деньги. А за что билеты, за данные жилья, я не знаю. Найти управу на управляющую компанию, хотя и сложно, но возможно. Провели собрание в своих домах, выразили недоверие и решили уйти в другую управляющую компанию. К слову, в то, что ранее выступала в качестве подрядной организации в Дионе. И непосредственно выполняла работы по содержанию и ремонту домов. То есть в инженер. А претензий к Диону и к тем, кто стоит за ним, у жильцов накопилось немало. Отчеты о выполнении договоров управления, которые предписаны жилищным кодексом, ежегодно предоставляются. Они не предоставлялись. Предоставлялась фельдкина грамотного типа такого источка. Вот сделано то-то, 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 то-то. Каждому наклеили. Будьте здоровы. Дело в том, что в 2010 году у КДО сработало 7 миллионов 835 тысяч убытков чистых. В том числе убытки по административно-управленческому персоналу 10 миллионов. Вместо нормативной численности по объему работ 30 человек содержалось около 60. Значит, на конец года ресурсоснабжающим организациям за 10-й год долги составляли около 29 миллионов. Казалось бы, управляющую компанию выбирают сами жильцы. Захотели – наняли. Захотели – отказались от ее услуг. Тем более с такой мотивацией. Однако решение собственников жилья Дион просто-напросто проигнорировал. Мол, а был ли кворум? И та ли самая была повестка на прошедших собраниях. Нашлись у них и сторонники. На нашем собрании 1 сентября было 9 человек. 8-9 человек. И вот появляется протокол собрания, что кворум имеется, собрание полномочное. По закону жители могут голосовать и как лично присутствуют на собраниях, так и заочно. Те протоколы, которые они оформлены, они оформлены заочным голосованием. Поэтому человек, да, действительно, вы могли отказать, вы могли не знать, вы можете об этом не знать. Но, еще раз повторяю, есть протокол собрания собственников многоквартирного дома, в том числе и Егерская 5, который был проверен и анализирован. Между тем, госжилинспекция уже провела свою проверку и заключила. Кворум собраний по переходу в новую управляющую компанию все же имеется. И в суде решения собраний не оспорены. Так что инженер вправе заключать свои договоры с собственниками помещений и с ресурсосберегающими организациями, что было сделано с 1 октября 2012 года. Дион отреагировал, но весьма оригинально, со слов жильцов. При этом собственники вспоминают историю взаимоотношений с компанией и ее прежним владельцем. Испытали на себе уже поток всевозможных акций в виде атак со стороны, будем говорить, Антонова. Бывшему учредителю, являющимся к тому же депутатом Чебоксарского горсовета Антонову, только Вячеслав Геннадьевич. Потому что все происходит под его руководством. Это и психические атаки своих сотрудников, шантаж. Это проведение акций с вызовом ЧОПа, не полиции. А ЧОПов, охранные частные компании, с изъятием документов, даже вхождение этого ЧОПа в офис УК-инженера без всяких документов. Словом, УК Дион продолжает упорствовать и сегодня, останавливаясь на юридических моментах и собираясь отставить свои интересы дальше. Я предлагаю вопрос решать все-таки в правовом поле. Я надеюсь, что мы живем в правовом государстве. Между тем, ситуация вокруг УК выходит за рамки муниципалитета. На эту тему докладывал главе региона Михаил Игнатьеву, глава администрации города Алексей Ладыков на координационном совещании по правопорядку, где как раз обсуждались нарушения в сфере ЖКХ. Сегодня есть угроза выставления двойной квитанции. Управляющий компанией Дион не хочет уходить с рынка, хотя есть принятые решения с собственниками. Администрация города поддерживает собственников. Что касается двойных квитанций, того, кому теперь платить за содержание и ремонт жилья, глава Ленинской райадминистрации Владимир Филиппов не раз подчеркивал с октября в новую управляющую компанию. Я обращаюсь ко всем жителям, которые проживают на территории ограниченной проспекта Мира, улицы Хеверска, Ленинский комсомол, Агерский бульвар, чтобы платили, еще раз повторяю, платили в инженер. Те квитанции, которые сегодня будут появляться со стороны Диона, они нелегитимны. Еще раз повторяю, есть договора. Да, была допущена ошибка в сентябре месяце инженерам, которые нужно исправлять. Ошибка в том, что инженер направил свои квитанции за сентябрь, но чтобы теперь разрулить ситуацию, двум управляющим компаниям предложено сесть за стол переговоров вместе с представителями собственников, чтобы сделать разделительный баланс. Словом, точка еще не поставлена, но прецедент уже создан. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. В столице Республики строят приют для бродячих животных. Такие центры передержки есть во многих городах. Теперь временную крышу над головой получат и четвероногие бомжи Чебоксар. Отловом бездомных животных в городе занимается специализированное автохозяйство. О дальнейшей судьбе животных говорить тяжело. Их убивает на месте отлова с помощью введения животным формологического препарата. Так продолжалось до сегодняшнего дня. Ведь в городе не было ни приюта, ни центра временной передержки для животных, хотя вопрос о его создании стоял давно. Еще в марте этого года проблемы бездомных животных в Чебоксарах обсуждались на круглом столе депутатами, представителями управления ЖКХ, спецавтохозяйства, ветеринарного сообщества. Пути решения нашли в создании центра передержки. Определенно, именно в таком приюте животные города остро нуждались. Сдвинулась с мертвой точки. Мы весь год ведь обсуждали этот вопрос. Наконец-то мы видим результаты, что земля, есть специальная земля, отведенная для этих целей. Делаются вот такие места для содержания животных. Сделали ветлечебницу. Значит, дальше мы уже будем работать и думать, проверять. Я думаю, вместе с благотворительным фондом «Умка» будем этот процесс контролировать. Строительство центра еще в процессе. Впрочем, прогресс очевиден. Пусть не теплые, но все же будки, которые будут защищать четвероногих от ветра и стужи, сейчас обшиваются. В построенной ветлечебнице их будут осматривать при поступлении. Вакцинация, прививки от бешенства предусмотрены. Вот только долго же здесь они не смогут. Лишь пять дней. За это время, как говорят организаторы проекта, возможно, найдется хозяин потерявшейся собаки, либо новой бездомному псу. Фотографии, информация о животном будет выложена в интернете. Центр создали по большому счету благодаря гостинице для собак. В соседнем загоне номера классом в разы выше. Теплые тамбуры, свободные вольеры. В отличие от первого приюта, в нем нуждались больше хозяева. На время командировки или отпуска здесь можно оставить своего любимца. Первые хвостатые жильцы вселились в такой номер уже вчера. Находиться в гостинице животные могут сколько угодно. За ваши деньги любой каприз. К слову, именно за счет содержания домашних собак и будут жить бездомные во временном приюте. Бюджетных вливаний во временное пристанище не было. Все строительство за счет частных инвестиций. Во-первых, услуги платные будут в гостинице для собак. Ну и надеемся, что со временем... То есть вот сейчас вот на текущий момент 18 собак мы грубо можем принять. Ну, разрастемся, то есть будет отдача. И окупится со временем, конечно. Очень долго будет, но надеемся, что окупится. И на развитие деньги найдутся. И для бродячих у нас порядка можно 35-40 собак принять. С большой уверенностью можно сказать, что приют для бездомных очень нужен. И его успешное развитие и совершенствование напрямую будет зависеть от коммерческой деятельности гостиницы и от добровольных пожертвований. Остается только пожелать успеха, ведь это первая наша серьезная попытка более гуманно относиться к четвероногим друзьям. Кстати, в ближайшее время построят и вольер для бездомных кошек. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. В рамках проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей «Вернуть детство» уже не первый год проводят интеллектуально развивающую игру «Ума-палата». На этот раз самых умных и активных встречали в Кирове. Команда «Вундеркинды» из Чебоксарского детского дома оправдала свое название и привезла второе место. Прежде чем попасть в финал игры, все команды прошли сложный отбор во время ознакомительного тура игры «Ума-палата». Более 60 ребят из детских домов и школ-интернатов мерились эрудицией. Команда из Чувашии показала высокий уровень подготовки. И это не случайно. В игре такого уровня нужно обладать не только широким спектром знаний в области литературы, кинематографии, истории и географии, но и логическим мышлением. Этого юным эрудитам не занимать. Год от года команда становится все сильнее, готовится серьезно. Поэтому тоже мы старались готовиться, проигрывали какие-то вопросы. Основная задача у нас была объединить команду. Победа над собой, над своей неуверенностью, над своими какими-то, может быть, страхами. Я думаю, что вот это как раз свершилось. И с этой точки зрения мы, как педагоги, очень довольны. Мне очень понравилось то, что у нас там появились новые друзья. Мы узнали много, ну, намного больше. Новые знания и раскрыли свои таланты в чем-то. Раскрепостились как-то, более стали дружные. Ребята готовы и дальше повышать свой уровень знаний для участия в интеллектуальных играх. Это не только объединяет, но и позволяет взглянуть на себя с другой стороны, оценить свои возможности и поверить в свои силы. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Театр оперы и балета активно готовится к 22-му оперному фестивалю, который по традиции пройдет в конце ноября. Помимо яркой премьеры, у опера «Аида» будут показаны «Пиковая дама» с Еленой Образцовой в партии «Графини» и «Сельская честь» с солистами столичных театров. На репетиции «Сельской чести» побывала наша съемочная группа. Опера «Пьетро Масканьи. Сельская честь» — вершина музыкального веризма. Направление которой стремится показать отношения людей в правдивом зеркале, без прикрас. Спектакль по опере «Масканьи» — один из лучших в репертуаре театра оперы и балета. Именно поэтому он был включен в программу оперного фестиваля. Режиссер-постановщик Элла Фейгинова впервые с момента постановки приехала в Чебоксары для того, чтобы провести репетиции, восстановить подзабытые артистами мизансцены, чтобы на фестивале спектакль предстал в своей первозданной красе. И параллельно с чебоксарскими репетициями режиссер ведет активную работу с солистами, которые приглашены на главные партии фестивального спектакля. И для меня это просто огромное счастье. И счастье поработать с людьми, которые мне стали родными за тот период, когда я этот спектакль ставила, когда мы все это вместе создавали. Это все настолько болезненно и радостно было. И очень, как сказать, волнение в предвкушении того, что мне придется ведь трех героев новых еще вводить перед фестивалем. Совершенно других из Мариинки приедет Надежда Сердюк, мецо-сопрано будет петь сантуцу. И тенор Тоскевич Федор из Михайловского театра, и из Станиславского театра Небровича Данченко, Баскин Александр приедет петь Альфио. Это трудолюбие и творческий азарт, профессиональная строгость режиссера находят живой отклик у солистов и хора. После проведенных репетиций можно быть уверенным, что фестивальный спектакль «Сельская честь» лишь приумножит честь театра, как законодателя традиций в области сценического искусства. А теперь о спорте. Завтра в 19 часов во Дворце культуры «Салют» начнется турнир по профессиональному боксу. В главном поединке спортивного вечера лицом к лицу сойдутся чебоксарец Александр Федоров и гость из Казахстана Турсенбек Сыдыков. Соперники в 10-раундовом матче будут оспаривать титул чемпиона СНГ. Чемпион мира по кикбоксингу чебоксарец Александр Федоров, более 10 лет назад пришедший в профессиональный бокс, решил наконец-то порадовать земляков боем со своим участием. Решение о проведении турнира на родине созревало давно. Хороший повод для встречи с чебоксарскими поклонниками – поединок за звание чемпиона СНГ. Зрители ожидают 10 раундов искрометного бокса. Встреча легковесов всегда привлекательна для ценителей данного вида спорта. Скорости ударов не идут ни в какое сравнение с тяжеловесами, да и темп боя практически всегда сохраняется до последнего раунда. Соперничий боксарца – 26-летний Турсенбек Сыдыков из Казахстана, который еще ни разу не знал горечь поражения на профессиональном ринге. Конечно же, зрелище постараемся показать, потому что вкладемся, как бы сказать, как на последний бой. И в дальнейшем, ну, как и обычного спортсмена, он готовится на бой, как на последний. Могу однозначно сказать, что мне команда сказала, что соперник мой очень серьезный, он левша, очень быстрый, разница в возрасте, наверное, сама по себе говорит, его регалии в любительском спорте, наверное, тоже. То есть он не подходит под какой-то вот диван, что, грубо говоря, поймали мальчишку на улице, поставили, то есть это все как бы функционировано, все вносится в официальный рейтинг, все согласно правилам проведения жилья в мероприятии. Кроме главного боя в программе «Боксерского вечера», три рейтинговых поединка и шоу-программа. Что же касается спортивных планов нашего земляка, то они не ограничиваются претензиями на титул чемпиона СНГ. Впереди кропотливая работа, конечной целью которой является выход на бой за звание чемпиона мира. То есть, как Александр до этого сказал, десятилетний разрыв в карьере, конечно, повлиял немножко, да, причем не слабо, но с той уверенностью, с которой мы сейчас идем на чемпионат мира, да, поражает всех. То есть мы уверены, мы уверены, мы стараемся, мы делаем все это. Планируем дойти до высшей точки и просто, как цитирую Александру... То есть перспективы есть организации чемпионского боя, да? Да. Звание чемпиона мира. Сейчас, можно процитирую слова Александру, да, которые он мне сказал, дойти до вершины и повесить перчатки на стены и просто вспоминать о том, что... Он говорит, что мы все хотим выиграть и неважно какого возраста человек, то есть вот именно он доверяет ему. Если Алекса чувствует, как он хочет быть чемпионом и сделать это опять, он хочет, чтобы именно Александр, да, зовут его, был чемпионом, потому что он однажды уже был чемпионом и он желает ему победы и всего хорошего. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова